дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на январь месяц для знака зодиака раки уважаемые раки напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит и для мужчин и для женщин и для тех кто в паре и для тех кто одинок так как гадание сегодня будет на 12 домов на 12 сфер вашей жизни я больше чем уверена что досмотрев это видео до конца многие из вас хотя бы по каким-то из домов найдут с собой резонанс и получите для себя какую-то важную и полезную информацию но помните о том что расклад один и для всех одинаково конечно проиграться он не может также друзья 13 карта расклада для вас будет как совет как подсказка на этот месяц на что вам нужно будет обратить основное внимание эту карту мы будем рассматривать самом конце чтения всего вашего рассказа усаживайтесь поудобнее постарайтесь максимально расслабиться только в максимально расслабленном состоянии вы можете правильно воспринимать ту информацию которую услышите и также помните о том что негативные карты в раскладе это не приговор а наоборот это возможность что-то поменять своей жизни благодаря полученной информации кто владеет информацией тот владеет миром и так друзья колода готова и мы с вами начинаем уважаемые раки все карты вашего расклада перед вами на столе и мы с вами приступаем за что какая карта отвечает какой дом за что отвечает я буду рассказывать в процессе уже самого расклада ваша первая карта показывает вас самих в этом месяце ваши мысли ваш общий запас энергии что вы несете в окружающий мир в общем ваше настроение да и вот ваш потенциал по этой карте ваш расклад что интересно что сразу начался со старшего аркана силы это говорит о том что многие из раков смотрят меня люди сильные энергетически мощные уверенные в себе даже если ранее по поводу каких-то спорных моментов в своей жизни у вас были сомнения то в этом месяце у вас как будто бы отброшены все сомнения по этой карте вы будете действовать эта карта показывает уверенных в себе людей умеющих постоять за себя умеющих организовывать не только свою жизнь но также жизнь тех людей которые могут находиться рядом с вами конечно эта карта может говорить о том что у вас есть во внешнем мире либо в ближайшем окружении есть какие-то недоброжелатели то есть по этой карте возможно где-то кто-то на вас пытается оказывать какое-то давление по этой карте все-таки вы будете оказывать противостояние своим врагам абсолютно любого из недоброжелателей вы сможете поставить на свое место и по этой карте даже ваши враги могут сослужить вам хорошую службу при правильном подходе к делу если вы все правильно и грамотно продумаете в какой-то сложной для вас ситуации да у кого такая имеется конечно по этой карте запаса энергии и сил у вас хватит на все карта прекрасного здоровья карта прекрасной физической хорошей формы возможно кто-то из вас любит занятия спортом но по этой карте вот вы как люди подвижные люди живые и люди очень энергичные конечно по этой карте это также ваша внутренняя глубокая духовность что происходит в вашем втором доме это дом отвечает за ваше имущество также зато материальное поле которое вы вокруг себя можете создать сами по шестерочке пентакли конечно же заработать вы можете даже для тех кто не работает если смотрит меня пенсионеры или молодое поколение которое может быть учится вот эта карта говорит о том что из каких-то источников в любом случае к вам будут поступать деньги возможно вам помогает либо ваша родня либо кто-то из ваших друзей в любом случае если вам понадобится какая-то материальная помощь по этой карте она вам будет оказана но и вы также многие из вас у кого есть свои собственные деньги вы как будто бы готовы кому-то чем-то помочь вы в кого-то вкладываетесь прежде всего вы вкладываетесь свой дом свое имущество вы что-то хотите развивать может быть кто-то что-то строит может быть кто-то вкладывается просто в дом или ваш бизнес для того чтобы его благоустроить и улучшить эта карта многих из вас показывает как людей вот в каких-то вопросах касающихся денег и финансов где-то вы даже бескорыстный когда касается тех людей кто хуже вас обеспечен вот эта карта ведь о том что вы как будто бы готовы кому-то чем-то помочь безвозмездно возможно вы помогаете детским домам либо вы помогаете приютом животных может быть вы просто помогаете кому-то тому кто нуждается в вашей помощи и по этой карте вас как будто бы даже и просить не надо вот вы человек доброй души большой души и большого сердца давайте посмотрим что происходит в вашем третьем доме здесь мы рассмотрим ваших ближайших родственников ваших ближайших друзей бытовые проблемы с которыми вы будете сталкиваться в течение этого месяца ближайшие дороги переговоры и здесь для вас вышла пятерочка пентаклей конечно эта карта говорит о том что основное ваше внимание будет уделено в сферу бизнеса работы и финансов сферу заработка эта карта говорит о том что да вы возможно работаете вы что-то пытаетесь предпринять для того чтобы улучшить свои финансы но по этой карте большое ограничение в деньгах несмотря на то что вот по шестерочке пентаклей вот эта карта говорит о том что деньги у вас будут но все-таки есть и какие-то трудности заработок по этой карте вам не так легко дается может быть многие из вас тяжело работают физически или много у кого-то по этой карте может быть ненормированный рабочий день для кого-то эта карта может говорить о том что даже если у вас ранее был отлаженный налаженный четкий бизнес то в этот период времени идет как будто бы замирание да по пятерочке пентаклей то есть финансов поступают они поступают но в недостаточном количестве да то есть хотелось бы конечно что-то улучшать если говорить о вашей родне вот как будто бы есть люди которые действительно просят вашей помощи возможно в чем-то на вас надеется может быть по этой карте вы еще питаете какие-то иллюзии по поводу того что кто-то поможет вам но также если говорить о ваших друзьях вот я вижу какую-то усталость от общения какое-то душевное опустошение от тех разговоров которые у вас есть по этой карте вы как будто бы берете на себя чужое страдание чужую боль вот вы кого-то выслушиваете и все это пропускаете через себя да вот страдания какие-то идут по этой карте может быть вы страдаете за кого-то из ваших родных и близких может быть по этой карте есть кто-то болеющий или человек как обездоленный вот в вашем роду в вашем доме может быть кто-то из ваших даже друзей или знакомых и тоже может быть за кого-то по этой карте идут у вас переживания давайте посмотрим что происходит в вашем четвертом доме это карта вашего собственного дома под крышей которого вы живете и для вас выпала одна из лучших карт в колоде это карта джокера эта карта бонуса это белая карта эта карта покровительства высших сил эта карта защиты высших сил эта карта говорит о какой-то радости о каких-то может быть неожиданных но непременно приятных моментах которые будут ждать вас в этом прекрасном праздничном январе месяце конечно это могут быть или различного рода праздники это и какая-то душевность это и неожиданные подарки может быть вы кому-то что-то планируете сделать кто-то идет к вам с какими-то подарками но эта карта предвещает в любом случае радость и у каждого она может быть своя но что-то вас в вашем доме будет окрылять что-то будет вас наполнять эмоциями и вы будете просто по этой карте наслаждаться жизнью давайте посмотрим что происходит в вашем пятом доме здесь мы рассматриваем ваши хобби ваше увлечение то куда тянется ваша душа ваши взаимоотношения с детьми у кого есть детки также эта карта показывает романтические отношения для кого эта тема актуальна десяточка пентаклей конечно говорит о том что основное ваше внимание все-таки сосредоточено на заработке на деньгах многие из вас живут какими-то рабочими процессами вы не просто зарабатываете деньги вы еще и получаете удовольствие от работы по десятке пентаклей эта работа которую вы делаете мастерски и это вознаграждается вы люди усердные трудолюбивые усидчивые настойчивые и эта карта говорит о том что многих из вас ждут какие-то очень и очень благоприятные перемены все-таки вот в сфере денег и финансов это могут быть и какие-то для вас неожиданные премии тоже подарки может быть со стороны каких-то друзей или общих знакомых эта карта несет какую-то тоже большую радость и также радость вашей семье по этой карте вы тоже планируете какие-то подарки для кого-то и эта карта говорит о том что вы полностью этим увлечены вот именно в январе месяце это какие-то приятные хлопоты связанные со встречами с приятным время про припровождением конечно эта карта тоже положительных замечательных эмоций если говорить о ваших детках они вас тоже в этом месяце будут радовать это какой-то прекрасный положительный обмен энергиями которые происходят между вами и вашими близкими если говорить о тех раках то на сегодняшний день еще одинок эта карта предвещает что может быть на каких-то либо корпоративах либо может быть вот просто в рабочей обстановке может быть для кого-то это будет рабочая командировка вы с кем-то можете познакомиться то есть вот в деловой сфере в деловой среде для кого-то эта карта может говорить о том что для тех кто встречается что ваши отношения сто процентов по этой карте будут развиваться они развиваются вы оба стремитесь на встречу друг к другу по этой карте возможно вы уже с кем-то начали жить и начинаете вести общее хозяйство для кого-то это планирование вот того чтобы уже начать жить вместе и эта карта предвещает для многих из вас какие-то свадьбы помолвки укрепление ваших отношений то есть тут может быть и знакомство с родственниками вы оба будете делать все для того чтобы эти отношения развивались тоже здесь вас ждет большая радость и тоже какие-то подарочки давайте посмотрим что происходит в вашем шестом доме здесь я рассматриваю ваши повседневные заботы хлопоты то чем вы будете сталкиваться каждый день здесь для вас выпала карта троечки жезла в общем-то карта неплохая она говорит о развитии но вот как будто бы вы чего-то ожидаете все-таки в этом месяце будет присутствовать какое-то напряженное ожидание может быть это касаться будет денег финансов работы у кого-то какие-то трудности может быть с быстрой оплатой может быть вы рассчитываете какие-то деньги получить быстрее но они приходят позже но в любом случае они к вам придут эта карта говорит о том что вы ранее уже приложили много усилий для того чтобы на сегодняшний день получить уже какой-то хороший результат эта карта вас показывает как людей очень общительных людей умеющих договариваться буквально с любыми людьми также возможно вы по этой карте работаете с кем-то в команде даже если вы работаете на себя эта карта показывает что у вас очень большой круг общения это может быть и соцсети и какие-то иностранные партнеры для кого-то эта карта может говорить о том что вы ожидаете все-таки какой-то финансовой поддержки и в вливании именно вас за какую-то свою проделанную работу да то есть вы ждете уже какого-то результата за какую-то работу но в любом случае это признание вас другими людьми вас уважают на вас многие смотрят и равняются на вас многие с вами хотят сотрудничать если вы работаете где-то в каком-то коллективе эта карта показывает вас как людей ведущих за собой других то есть вы являетесь лидером давайте посмотрим что происходит в вашем седьмом доме здесь мы рассматриваем различного рода партнерства для тех кто в паре ваши личные отношения также партнерство во внешнем мире может быть с теми людьми с которыми вы сотрудничаете по работе или вашими друзьями и здесь для вас выпала карта десяточки жезлов если говорить об отношениях в семье у многих отношения действительно по судьбе отношения не простые отношения сложные в этих отношениях вы много выстрадали вы много пережили для того чтобы получить тот результат который вы уже имеете на сегодняшний день сейчас вы к этому шли очень долго вы проявляли мудрость вы проявляли настойчивость вы боролись за свое счастье и вы продолжаете бороться за свою личную жизнь за ваши отношения какая-то тяжесть по десяточке жезлов на сегодняшний день в отношениях все-таки присутствует это усталость прежде всего от того быта и от тех проблем которые бесконечно на вас наваливаются и вы и ваш партнер как будто бы устали вы проявляете какую-то мудрость и терпение также и ваш партнер проявляет и старания и терпения в этих отношениях вы оба несете какую-то тяжелую ношу вам обоим тяжело но ваши отношения будут развиваться я вижу что в паре есть сексуальное желание есть притяжение вот в этом месяце вы как будто бы желаете друг друга но у вас на это как будто бы просто не хватает время из-за физической усталости из-за какого-то эмоционального напряжения из-за каких-то проблем которые могут быть во внешнем мире но если говорить лично о вас уважаемые браке вы делаете все для того чтобы ваш брак укреплялся и развивался конечно много хлопот в доме в семье в быту и вы и ваш партнер очень из-за этого страдаете но ваши отношения развиваются если говорить о взаимоотношениях во внешнем мире тоже здесь вы как будто бы слишком много на себе всего тянете возможно вы пытаетесь ухватиться сразу за несколько работ возможно вы пытаетесь договариваться сразу со многими людьми и это тоже является для вас какой-то тяжестью вы пытаетесь справляться с любыми трудностями которые возникают на вашем пути эти карты говорят о том что бывают моменты что вы уже сгибаетесь от какой-то тяжести но вы продолжаете настойчиво идти вперед к своей цели то есть карты показывают вас как людей упорных сознательных людей умеющих быть ответственными не только за свою жизнь но еще и за жизнь тех людей за которых вы в ответе давайте посмотрим что происходит в вашем восьмом доме здесь мы рассматриваем возможный риск и обратите внимание на то что в дом риска все-таки выпала карта личных отношений карта двоечки чаш может говорить о том что у многих в супружестве действительно наступает какой-то кризис из-за тех проблем которые у вас имеются вы может быть в какой-то момент перестаете понимать друг друга эта карта говорит о том что если вам дороги ваши отношения дорога ваша семья и ваш супруг или супруга то за ваши отношения нужно бороться не пускайте что-то на самотек работайте над этими отношениями делайте что-то для того чтобы ваш брак сохранился эта карта также может говорить о том что с кем-то из ваших близких людей возможно из родственников с кем-то вы как будто бы не можете договориться эта карта может указывать на то что тяжелое общение с кем-то вы не находите общего языка возможно во внешнем мире у вас есть друг или подруга человек на которого ранее вы рассчитывали а в этом месяце вы как будто бы на этого человека больше рассчитывать не можете да вот возможно вы кому-то были привязаны или кто-то был привязан к вам какая-то дружба или какие-то отношения по этой карте как будто бы под угрозой давайте посмотрим что происходит в вашем девятом доме здесь мы рассматриваем далекие поездки обучения взаимодействия с иностранными коллегами для кого эта тема актуальна также ваша вера и духовность и здесь у вас выпала карта старшего аркана императора по этой карте многие из вас те кто запланировал какие-то дальние поездки дальние дороги они у вас непременно совершаться в вашем доме выпадала вот белая карта карта какой-то удачи и большой радости и карта императора говорит о том что все для вас возможно то есть любые дороги которые вы для себя решите организовать будут успешными и удачными основную ответственность за какие-то дороги вашей жизни будет нести какой-то мужчина для кого-то отец для кого-то это муж для кого-то брат для кого-то сва для кого-то еще кто-то любой мужчина, который вам каким-то образом помогает с этими поездками. И основная ответственность на этом человеке. Если смотрят меня дамы, вы здесь немножечко можете расслабиться, потому что какой-то мужчина за вас беспокоится и хлопочет. Если говорить о каких-то обучающих процессах, возможно, у многих преподавателем является мужчина, либо наставником является мужчина, либо с какого-то мужчины вы берете пример. Конечно, эта карта также может показывать государственное заведение, в котором вы учитесь на постоянной основе. Это может быть и стационар, это может быть и вечернее обучение, но тем не менее это то, что официально, что-то то, что проходит через бумаги. Для многих из вас, тех, кто только планирует чему-то подучиться, обучаться, вот с каким-то обучением, карта говорит о том, что вам нужны еще деньги. И в этом вот вопросах дальнейшего развития вам тоже может помогать какое-то мужское лицо. И если говорить о взаимодействии с иностранными коллегами или о каком-то партнерстве через интернет, может быть, бизнес на расстоянии, в этом месяце у вас многих ждут какие-то успешные сделки, выгодные дела. Это какая-то стабильность и удача, которая непременно войдет в вашу жизнь. Давайте посмотрим, что происходит в вашем десятом доме. Здесь мы рассматриваем, можно сказать, общий результат этого месяца. Чего вы достигли или чего вы в этом месяце добились. Здесь у вас выпала карта двоечки жезлов. Конечно, эта карта говорит о том, что многие из вас люди довольно-таки основательные, имеющие твердые почвы под ногами. В прошлом у вас у многих были какие-то достижения, признания ваших талантов. Но на сегодняшний день, вот возможно, во второй половине месяца вы как будто бы нуждаетесь в чьей-то помощи или чьей-то поддержке. Эта карта показывает на различного рода выбор и какие-то противоречия, которые прежде всего есть в вашей голове. Также по символизму этой карты мы видим, что кто-то из ваших родных и близких нуждается в помощи и кому-то вы эту помощь готовы оказать, хотя и сами нуждаетесь в этой помощи. Это какие-то благие, чистые намерения, желания искренне кому-то помочь. Возможно, если у вас какой-то свой бизнес или какие-то новые начинания, эта карта может говорить о недостатке финансов и о том, что вы ждете материальной поддержки и даже какого-то просто слова или совета, чтобы вас кто-то чем-то в чем-то поддержал. Если говорить о казенных домах, у кого имеются какие-то сложные дела, документальные моменты, еще какие-то нерешенные вопросы, вот эта карта говорит о том, что какие-то важные моменты пока еще для вас остаются открытыми в январе месяце. Что-то вы пытаетесь решить, но до конца пока не получается. Вам нужно еще с кем-то договариваться. Трудно как будто бы с кем-то договориться, либо трудно найти какую-то поддержку, но тем не менее вы будете искать. А кто ищет, тот найдет. По двоечке жезлов вы однозначно проявляете какую-то инициативу. У многих все-таки эта карта может говорить о том, что в казенных домах, может быть не у вас, а у кого-то из ваших родных, есть либо какие-то долги, либо тоже какие-то денежные, сложные финансовые операции, которые нуждаются в поддержке. И может быть вас кто-то просит о какой-то помощи. Вот эта карта тоже может об этом говорить. Если у вас есть какие-то задолженности и кредиты, эта карта говорит о том, что вы будете пытаться искать выход, как выйти лучше из какой-то затруднительной ситуации. Давайте посмотрим, что происходит в вашем одиннадцатом доме. Здесь мы рассмотрим ваших самых ближайших друзей и те деньги, которые вы можете получать от своего прямого бизнеса. Здесь для вас выпала карта семерочка чаш. Эта карта говорит о каких-то надеждах, о каких-то мечтах, возможно о каких-то иллюзиях. Вот в отношении рабочих процессов у вас есть процессов, у вас есть какие-то мечты, надежды, которые пока на сегодняшний день не имеют под собой основы. Эта карта может говорить о том, что вы слишком распыляете свое внимание на все и сразу, а вам нужно сосредоточиться на чем-то одном. Из-за этого что-то может не получаться. То есть направьте свою энергию в какое-то одно русло. Не распыляйтесь сразу и везде. Если говорить о ваших ближайших друзьях, то здесь тоже, возможно, вы о ком-то думаете лучше, чем эти люди есть или являются, каковыми они являются, вот на самом деле. О ком-то вы думаете лучше. То есть здесь какая-то большая иллюзия по поводу тех, с кем вы общаетесь. То есть карта говорит о том, что вам где-то в отношении своего ближайшего окружения нужно снять розовые очки. Что-то вы видите в более радужном свете, чем оно есть на самом деле. Если говорить о деньгах и финансах, здесь тоже не питайте каких-то ложных иллюзий. Эта карта говорит о том, что вы какую-то ситуацию должны оценивать реально и понимать, что из чего выходит. То есть эта карта может также говорить о том, что в работе, в бизнесе вы на что-то надеетесь, но в конечном итоге из-за чего-то в работе все-таки можете разочаровываться. Эта карта тоже может на это указывать. Также эта карта говорит о каких-то легких, непринужденных разговорах. Вот как будто бы пустые разговоры, разговоры с пустого в порожнее. Вот с кем-то вы ведете диалог, надеясь решить какие-то свои серьезные проблемы, а по сути как будто бы те люди, с которыми вы общаетесь, вам ничем и не помогают, хотя вы на них надеетесь. Давайте посмотрим, что происходит в вашем 12 доме. Здесь мы рассматриваем ваши самые большие страхи. Что хранится в тайниках вашей души, что вы не хотите показывать другим людям? Здесь для вас выпала карта «Четверочка мечей». Эта карта говорит о какой-то подавленности. Эта карта говорит о каком-то поражении в каком-то сложном для вас деле. Есть какая-то старая конфликтная ситуация, в которой вы проиграли или оказались побежденным. То есть либо люди, либо обстоятельства оказались выше вас. Эта карта говорит о том, что какие-то тяжелые эмоции вы пытаетесь спрятать от окружающего мира. Вы пытаетесь спрятать в себе какие-то депрессивные состояния, которые периодически на вас находят. По этой карте и есть рядом с вами кто-то, как минимум один человек, который готов вас поддерживать, который предлагает вам руку помощи, но вы как будто бы никого не слышите. У многих какие-то большие страхи и сомнения из-за бизнеса, из-за денег. Вы боитесь потери работы, вы боитесь остановки в бизнесе, вы боитесь, может быть, по этой карте каких-то конкурентов и недоброжелателей, каких-то обстоятельств, которые могут выбить вас из колеи в рабочих процессах. Конечно, эта карта говорит о боязни заболеть. По этой карте для вас промедление смерти подобное. То есть вы живой, энергичный человек, который постоянно движется, и любое промедление для вас как маленькая смерть. Вы хотите всё время двигаться. По этой карте вы не желаете болеть. Но всё-таки эта карта говорит о том, что многим из вас нужно больше отдыха. Вы по этой карте как будто бы мало отдыхаете. И многим из вас всё-таки больше внимания нужно уделить своему здоровью и отдыху. Эмоциональные переживания, которые вы кому-то не хотите показывать, давайте посмотрим, что же советует вам Вселенная вот на этот период времени. И здесь для вас выпала прекрасная, замечательная карта «Принцессы Чаш». Эта карта говорит о том, что у тех, у кого есть детки, постарайтесь им уделить максимум внимания. Они нуждаются в вашей помощи, в вашей поддержке, у кого есть внуки. Эта карта тоже каких-то радостных встреч, разговоров, каких-то приятных телефонных звонков. Для многих из вас эта карта показывает влюблённость, эфоричность, какой-то полёт, какие-то надежды, какие-то фантазии и какие-то мечты. И для многих из вас эта карта также говорит о том, что вам нужно развивать какие-то свои таланты. Многие из вас, возможно, только планируют по этой карте чему-то обучиться, либо начать какое-то новое дело. Вы пока об этом только мечтаете. Но эта карта говорит о том, что если вы будете двигаться вперёд и настойчиво идти к своей цели, у вас непременно всё получится. Эта карта также говорит вам о том, что что бы ни происходило в вашей жизни, не унывайте, не расстраивайтесь, относитесь ко всему легче. Посмотрите на этого прекрасного, беззаботного ребёнка, вспомните своё детство, вспомните прекрасные моменты своего детства, вспомните о том, как вы были счастливы и беззаботны, когда вы были маленькими. Научитесь радоваться жизни в моменте, научитесь радоваться маленьким удовольствием, который нам дарит жизнь. Иногда мы мимо чего-то просто проходим мимо и не замечаем. Из-за грустного настроения мы можем не заметить яркого солнышка на небе, из-за грустного настроения мы можем не заметить распустившихся цветов или поющих птиц. А это всё, что является частичкой нашей жизни. Это всё, что формирует нас и нашу жизнь в целом. Также эта карта призывает вас к тому, что даже если есть какие-то проблемы, относитесь к ним более легко. Любите, мечтайте, влюбляйтесь, радуйтесь жизни. Замечательная карта. В общем-то, уважаемые раки, для вас, для многих из вас, этот расклад получился довольно-таки неплохим. Несмотря на то, что да, есть какие-то трудности. Трудности могут быть финансового порядка, какая-то тяжесть из-за денег, тяжесть во взаимоотношениях, в партнёрстве для кого-то. У кого-то в казённых домах какие-то спорные, противоречивые вопросы, которые остаются ещё под знаком вопроса в этом месяце. Но тем не менее, по кресту вашей судьбы. Я вижу, что многие ваши проблемы будут разрешаться как-то сами собой. Помимо того, что вы что-то делаете, а вы будете очень много делать для того, чтобы улучшить свою жизнь, вы делаете всё от вас зависящее, но здесь вам ещё помогают сами не писать. И многих из вас в вашем доме ждёт какая-то очень-очень большая радость и какой-то позитив. Что-то в вашем доме меняется к лучшему, либо в вашей семье. Также в вашем раскладе выпало два старших аркана. Это аркан силы и также аркан императора. Эти две карты говорят о том, что какие-то многие сложные вопросы, если смотрят меня женщины, помимо того, что вы должны сами проявлять силу, упорство, какую-то внутреннюю мудрость, усердие, помимо того, что вы сами с чем-то пытаетесь справиться, ещё рядом с вами будет мужчина, который вам готов в чём-то будет помочь. Возможно, с этим человеком вам как будто бы тяжело договариваться, тяжело находить общий язык. Но эти карты вас призывают к тому, что вам нужно научиться сотрудничать, как бы тяжело вам это не давалось. Для многих из вас эти карты говорят о какой-то собственной организации своей жизни. То есть по этим картам это призыв к чёткой организации и последовательности в действиях. Вы должны всё планировать заранее. И, конечно же, по этим картам не опускать руки, какой бы сложно ни была ситуация. Для женщин это влияние мужского лица на вашу ситуацию. Для мужчин всё-таки карта императора говорит о том, что вы хозяева своей судьбы, хозяева своей жизни, и очень многое зависит от вас самих, от того, насколько правильно и умело вы сможете распорядиться своей жизнью. Эти две карты также говорят о каком-то успехе, но только при проявленном вами упорстве и усердии. Как видите, и здесь вот эти две карты говорят о каком-то хорошем для вас результате. Возможно, вы не так скоро получаете какой-то результат важным для вас в деле. У каждого какая-то своя сложная жизненная ситуация. Но, тем не менее, эти карты говорят, что рано или поздно вас ждёт успех. Уважаемые раки, месяц январь – это волшебный месяц, в особенности период 6 января по 13 января. Эти дни волшебные. В это время открываются небеса. Высшие силы слышат вас. Вы можете загадывать любые свои заветные желания. Постарайтесь в это время быть в гармонии и с самими собой, и с тем окружающим миром, с которым вы взаимодействуете с людьми. Постарайтесь в это время быть в гармонии с самими собой, с вашими родными и близкими. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать, не ругаться. От того, какой фундамент вы закладываете в эти дни, от того, какие мысли, формы вы создаёте в эти дни, таким будет и в будущем весь ваш последующий год. То есть постарайтесь научиться правильно мыслить. Даже если что-то пока не получается, вы обязательно просите у высших сил помощи и поддержки. И самое главное, вы должны видеть окончательный результат, в котором вы успешный или успешная, в котором вы богатый или богатая, в котором вы здоровый или здоровая, счастливый или счастливая. Я всем вам искренне желаю побольше позитива. Не унывайте, если что-то не получается. Друзья, я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до новых видео, до следующих встреч. Подписывайтесь на мой канал, кто ещё не успел подписаться. А сегодня, друзья, всем до свидания.